Весна на сердце, каждый день весна Ха-ха, я младу скинула такой На перегонки с ветром, впереди любовь где-то там Всем привет, меня зовут Оля, я фотограф в Москве, а сейчас я нахожусь в Твери Мы недавно вернулись с зимовки, давайте вернемся в начало, на пару дней назад и переместимся в Москву Я сегодня еду в Тверь, чтобы, во-первых, разобрать вещи, потому что еще с прошлой зимовки там осталась просто куча коробок неразобранных, которые я даже не привозила в Москву в том году И с этой зимовки там тоже, опять же, осталась куча вещей, куча одежды Я хочу половину выкинуть там условно, кому-то раздать и отобрать то, что мне действительно нужно и привезти часть вещей сюда Я решила воспользоваться этим моментом и сходить к своему любимому фотографу, одному из Я у него была несколько раз и самое удивительное, что у него приятный ценник, особенно для Москвы, это просто бомба Так что пойду пофоткаюсь и я сама составляю себе луки Но, конечно, я этого не умею делать и у меня пока что достаточно мало одежды вся в Твери Вот, поэтому, пожалуйста, не судите строго Ставила первый такой образ, это белая боди, короткая юбка и вот такие вот казаки, которые я распаковывала в предыдущем влоге в конце Все-все-все рассказывала про свою новую одежду, так что посмотрите предыдущий влог тоже Далее второй образ, он, конечно, прям слишком примитивный, все такое какое-то скучноватое, но я не знаю, чем это можно разбавить В общем, вот такие вот джинсы, хотя вот эти джинсы очень классно будут сочетаться с казаками Еще если повязать какую-нибудь рубашку в клетку на бедра, это будет прямо в таком ковбойском стиле Но, к сожалению, у меня нет никакой рубашки в клетку Такое полу-лакост и вот такие вот мои новенькие адидас самбо классические И третий образ, это джинсы, такие они вот на завязочках, ой, на завязочках здесь, также все показывала в предыдущем влоге Такая шикарная, шикарный топ от Lime с спиной, с открытой полностью, мне кажется, это очень секси Такие вот балеточки Zara и я думаю сюда добавить, возможно, вот такой вот чокер на шею А сейчас давайте с вами соберем такую вот полку для обуви, вообще очень хотела себе что-то подобное Но решила взять временный вариант, потому что мы на этой квартире будем жить, скорее всего, до зимы Поэтому взяла вот такую вот полку за 700 рублей в хофф Вот такая вот история у меня получилась Очень рада такой покупке, потому что так у нас здесь есть вот эти места для обуви Но все равно ее еще больше и здесь вот этих вот мест не хватает А так у нас будет еще дополнительно вот такая вот стоечка Так, ну что, друзья, я вышла почти за час Так что я надеюсь, что я точно успею И еще насчет влога И России, конечно, так непривычно То, что сейчас ты идешь, и тебя все понимают, что ты говоришь на камеру Я думаю, что мне будет достаточно... Ну что, сложно перестроиться, но, конечно, снимать за границей Влоги в общественных местах это просто сказка Потому что ты идешь, и никто не понимает, что ты говоришь А здесь просто миллион людей Ну что, друзья, я уже в ласточке Как в старые добрые времена Взяла себе раф на банановом из кофекса Сто лет его не пила И сейчас приеду с таким вот классным солнцем Ну что, друзья, мы встретились с мамой За встречу За встречу И мы пришли в самое мое любимое в Твери место Называется Locals Она находится рядом с Миучей И здесь довольно классное меню Больший интерьер И мы заказали вот такую вот пиццу Это их вообще хит В какой-то новой версии Так, нам принесли еще роллы Это горячие роллы с лососем и манго И соус с пармезаном для корочек Может, вот сюда тебе поставлю? Потому что я обычно отсюда сейчас не могу Лена, смотрю вот ее новый влог Я думала тебе написать Но я поняла, что ты так его посмотришь, ты и знаешь И она такая, я и лечу в Париж Я такая думаю, Арина тоже мне летит в Париж Да, а она же сейчас все время через Москву летит Блин, Бергей вы будете вместе в бизнес-классе Я вообще буду в шоке Блин, такие, знаешь, все равно язвительные приходники Вчера написали Вы все время без мужа Где он? Я младен скинула, он такой Конечно, я все время в Твери место Я видела, я смотрела ее влог Я тоже думала, тебе написать Но я думаю, блин, ты по-любому смотришь Сама это знаешь Да ты мне пиши, боже, боже, обсуди Когда встретились два влогера У нас снимаются два влога Оля делает фото Я записываю видео Это очень смешный вопрос Ну что, наконец-то, знаешь, есть с кем обсудить Я не знаю, там, конечно, может быть, у тебя были какие-то Ну что, друзья, посмотрите, какой красивый макияж мне сделала Арина Просто мне безумно нравится Спасибо тебе большое Очень рада, очень рада видеть Олю, наконец-таки Взаимно Блин, очень классно Посмотрите, такие мои коричневые стрелки Очень классно сочетаются с этим моим коричневым топом Ребята, ждут я в таком восторге В общем-то, что забыла даже как-то вообще вести влог и так далее Вот такую вот мне укладку сделали Просто самая обычная Но очень мне нравится, конечно И там уже набежала куча людей Поэтому записываю вам кусочек из туалета, извините Ну что, друзья, я уже приехала в студию Мы сегодня снимаем в студии Фрида И вот что значит Самой поучаствовать в съемках Побыть в кадре Я сегодня забыла расческу Мне пришлось зайти в магазин и купить расческу Потому что я понимала, что лучше потратить Немножко еще денег Но чтобы съемка точно прошла хорошо Друзья, у нас уже закончилась съемка Прошла, очень классно поснимали Вообще все-таки, правда, очень важно фотографам ходить самим на съемки Потому что ты таким образом учишься Мне кажется, что это один из классных видов обучения Потому что сегодня, как минимум, я для себя подчеркнула какие-то новые позы Я поняла, что все-таки даже на тысячную съемку, которая у тебя Очень важно все-таки принести референсы Но если мы говорим про какие-то истории с студии, с улицы С такими портретными историями Да и в принципе можно приносить референсы хоть на какие-то мероприятия Если ты собираешься снимать что-то такое постановочное более Потом я узнала про такую штучку В общем, мне ее даже подарил фотограф Лупа, закладка плоская Ты снимаешь и вот так вот ловишь какие-то преломления Засветка появляется у тебя на фотографии И так в конце съемки мы немножко поболтали Насчет того, как же продвигаться Как вот это все делать И он говорит, что да, обучение это, конечно, все здорово Но все-таки ты должен много снимать Выкладывать в портфолио именно те кадры За которыми ты хочешь, чтобы к тебе приходили люди Мы с вами сейчас едем, наверное, домой И начинается у нас расхламление Будем разбирать с вами вещи Итак, дела обстоят примерно вот так вот Я уже собрала два пакета вещей, которые можно кому-то будет отдать Здесь у меня чемодан с моими вещами, который поедет в Москву И вот здесь вот еще осталось несколько коробок Которые мне предстоит сейчас разобрать И здесь тоже идет разбор полным ходом В общем, это второй день И еще предстоит, конечно, много всего сделать Если быть таким бигспендером, чуть-чуть спокойнее быть Весь мир живет твоим законом На перегонки с ветром Впереди любовь где-то там Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, ты идешь и рядом я иду Потому что у нас все роли главные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Даже если у нас дороги разные Видишь, мы с тобой сидим в одном ряду Доброе утро, у нас уже новый день В общем, сегодня мы собираемся с мамой сходить в фитнес-клуб Уже один раз ходила сюда в юности И есть еще мой фитнес-заставе Там он более большой Там есть бассейн И сегодня мы идем с ней на джамп Какое-то занятие В общем, это групповое занятие Где ты прыгаешь на батуте Не знаю, ни разу не пробовала Поэтому будет очень интересно И плюс ко всему я уже успела разобрать вещи С двух зимовок Оказалось, что их не так уж и много И я собрала все коробки-чемоданы За два дня И поэтому сейчас осталось еще несколько свободных деньков Так что погнали в этот день Мы уже пришли в мой фит У нас сегодня по плану, как я уже сказала Вот джампинг-тренировка А перед этим еще будет здоровая спина После мы пойдем в бассейн Там сауна, все зима В общем, и самое приятное, что все это за 500 рублей Я думаю, что это за 500 рублей 3, 2, 6 Я думаю, что я сдам все Что-то из границ Что-то из границ Не знаю У нас тут подводные плечи И у нас там Мы из границ Из границ Из границ Из границ 3 4 5 6 8 Hоль Должны Поднимаем Распределяем 5 Должны Катя Продолжны Поднимаем Поднимаем Должны Проход Продолжны В Ну что, друзья, мы отзанимались, мне так понравилась тренировка, просто, как я уже говорила, был мой первый опыт такого занятия на батутах, и мне безумно понравилось, это очень круто, я, в принципе, люблю батуты, на самом деле, знаете, вот в этих вот парках, а здесь это еще и спорт, и фитнес, и ты как бы делаешь себя лучше, и кайфуешь, и дофаминчик, в общем, мне кажется, что я займусь в ближайшее время тем, чтобы делать свои тренировки более разнообразными, и уже этим сегодня занималась, в общем, очень крутая тема, думаю, то, что при возможности похожу вот в Москве тоже на такую же историю. Мамуля у меня тоже занимается, смотрит мой новый взлог. Мы идем в breakfast band, вот в это вот кафе, и сюда ходила еще миллион тысяч лет назад, здесь просто самые лучшие завтраки, ну, по крайней мере, раньше так было. Вот, друзья, из таких фишечек здесь в меню представлены разные блюда с именами разных известных людей, мне кажется, это очень мило. Вот, друзья, например, рисовая каша Бритни Спирт, и дают воду, и также здесь, конечно, прям полная посадка, так что мне кажется, это хороший знак. Итак, друзья, у меня тут у мамы скрэмбл с лососем, а у меня такие вот вафли со шпинатом, с яйцом пашот и с лососем тоже. Приятного аппетита, если вы тоже едите. Так, и нам принесли наши напитки, у меня в такой красивой эстетичной кружечке цитрусовый раф, а мама взяла кофейный глинтвейн. Весна на сердце, каждый день весна, наперегонки с ветром, впереди любовь где-то там. Ребят, сейчас с мамой прогулялись в Твери, конечно, какая-то классная погода, вообще, мне кажется, в любом городе будет очень приятно, и сейчас вам было очень душевно и классно прогуляться по набережной, а сейчас мы уже пришли в кинотеатр «Звезда», это вообще любимый раньше кинотеатр, было, постоянно сюда ходили с друзьями, я помню, и мы пришли на кунг-фу панда. Друзья, ну что, я вышла уже с лазерной эпиляции, ходила я в салон «Роковая», и это был мой первый поход именно в этот салон. Раньше я ходила один раз на лазер в Москве, и потом прекратила как-то курс, в общем, мне очень понравилось, насколько это возможно, в том плане, что, конечно же, это такая чуть-чуть болезненная процедура. И вместе с тем девушка была просто потрясающая, я ходила к мастеру Анне, и в целом я могу вам прям порекомендовать не по результату пока что, потому что это будет видно, а по тому, как вообще общаются с клиентами. Она мне всё рассказала, потому что первый раз, когда я ходила на лазерную эпиляцию, мне не рассказали вообще сам как-то процесс, какие волоски именно отмирают и так далее, а здесь она мне рассказала всё, она была такая милая, дружелюбная. Сейчас я иду как раз-таки с кофеёчком, и думаю вызвать такси и поехать уже домой. Друзья, я добровась уже до дома, я решила вспомнить старые времена. Кто здесь Алды, кстати, напишите, пожалуйста, в комментарии, кто помнит вот этот вот фон. Это видео, которым 5-6 лет, они у меня, большинство, в смысле, они все у меня скрыты, но какие-то видео в открытом доступе, в плейлистах ещё остались, когда я вот лет 6 назад садилась сюда, даже какой 6? 5 лет назад, я веду канал 5 лет, 5 лет назад я садилась сюда, мне было 23 года, 22-23, да, вот так, садилась и что-то рассказывала, очень необычно возвращаться сюда. И, блин, я, короче, какая-то такая рассеянная, знаете, не то, что рассеянная, а Тверь для меня это такой город, где я провела как раз большую часть своей жизни всё равно, и очень много было людей, событий, важных людей, с которыми я познакомилась здесь, с которыми я рассталась здесь, кто-то ушёл из жизни, из моей кто-то вообще ушёл из жизни, в общем, столько всего было и хорошего, и ужасного, и плохого, и грустного, и разбитого сердца, и всего, чего только не было в этом городе, поэтому всегда, когда я сюда приезжаю, у меня вот нахлынувают воспоминания, и каждый там закоулок в этом городе, ты идёшь и вспоминаешь там, что было в этом кафе, с какими там друзьями мы ходили вот по этим набережным, вот в этом кинотеатре «Звезда», с кем мы там, с какой компанией сидели, в этой курилке, короче. И вот я, видимо, в таком настроении выходила сегодня из этой лазерной, хотя, казалось бы, короче, у меня мысли были непонятно где, и я потеряла свой крабик для волос. Ну что, друзья, наконец-таки я пришла в это место, он называется «Кооператив». Погнали! Давай наши, наши! Прости, голос мой не стал далёк, А вновиды лишь объятия твоих срок, Пойми, будет лучше мне одной, Что кричит, постой! Пойми, что я могу тебе сказать, Остаётся только вспоминать те дни превратившиеся в мечты, Не забывай, не на что бери, помни!